Как повысить престиж российских университетов за рубежом, сделать доступным обучение в интернете, улучшить ситуацию с финансированием вузов? Ответы на эти и многие другие вопросы искали в Петербурге на форуме развития высшего образования. Дмитрий Медведев сообщил, принята новая программа, рассчитанная на период до 2020 года. Подробности в репортаже Дмитрия Витова. В университетском квартале Васильевского острова это здание, пожалуй, самое скромное, но по количеству памятных табличек на фасаде равных ему нет. Здесь работала целая плеяда выдающихся физиков и химиков 20 века. И сегодня здесь продолжают свои исследования студенты и профессора Института точной механики и оптики. Не случайно именно эта площадка была предоставлена для проведения первого общенационального форума развития высшего образования. Профессора, многие с мировым именем, приехали со всей страны. Дмитрий Медведев предложил неформальное общение. Высказывались все желающие, без определенного регламента. Для него самого, когда-то преподавателя Санкт-Петербургского университета, многие из присутствующих коллеги и даже друзья. Все мы, конечно, хотим, чтобы наше образование было лучшим в мире или, во всяком случае, одним из лучших в мире. Чтобы фразу «я получил высшее образование в России» произносили с гордостью. Конечно, вопрос о зарплатах обсуждался одним из первых. Как отмечают профессора, вузы в неравном положении. Наиболее успешные получают гранты, государственные заказы могут развиваться дальше. А провинциальные чаще рассчитывают в основном на государственные дотации. Дмитрий Медведев отметил, распоряжения, данные в майских указах президента, будут выполнены в полном объеме. У нас в стране порядка 260 тысяч преподавателей в государственных вузах, подчеркиваю. На них распространяются все те решения, которые были приняты, а именно, что к концу этого года средняя заработная плата по университетам преподавателей должна быть в полтора раза выше, чем средняя заработная плата по региону. А в 2018 году уже в два раза. И вот эти решения должны исполняться неукоснительно. Причем даже несмотря на текущую экономическую конъюнктуру и проблемы с финансированием. Буквально позавчера Дмитрий Медведев провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию, где были определены приоритеты как раз в области образования по четырем направлениям. Современное оснащение школ, подготовка высоко квалифицированных рабочих кадров, создание центров инноваций на базе университетов и развитие цифровых образовательных технологий. Уже сейчас десятки миллионов людей по всему миру обучаются дистанционно, онлайн, что позволяет после прохождения курса устроиться на вполне реальную работу в определенных областях. На национальном портале открытое образование таких обучающих программ 107. По словам Медведева, это капля в море и их должно быть больше. Уровень доступности, который обеспечивает онлайн образование, просто запредельный по сравнению с традиционными методами обучения. Более того, он позволяет обучаться людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, по всей территории страны. Мы уверены, что онлайн образование сегодня залог создания реальной системы непрерывного обучения в стране. В рамках современной цифровой образовательной среды мы планируем перейти к уже другому количеству курсов. В 2017 году их должно быть около 500, в 2018 году их должно быть уже 1000, а в 2020 – 2000. И число обучающихся должно расти в такой серьезной прогрессии. То есть в 2017 году это где-то около 20 тысяч человек, в 2018 – 100 тысяч человек, а в 2020 – около 300 тысяч человек. Но делать это нужно только в том случае, если мы будем уверены, что такого рода образовательные курсы не нанесут вреда в целом системе высшего образования. Современные технологии и новые формы обучения, если их внедрять в регионах, серьезно стимулируют развитие экономики. Вузы, воплощающие научные идеи, Дмитрий Медведев несколько раз назвал опорными, то есть центрами роста. Что касается выпускников, за умными головами уже охотятся и промышленность, и бизнес. Например, два года назад была принята государственная целевая программа подготовки кадров. И тысячи молодых специалистов сразу после получения дипломов были трудоустроены на оборонные предприятия. Было подготовлено около 6 тысяч студентов. Но, конечно, на этом нельзя работу завершать. Сейчас мы приняли новую программу, которая является продолжением старой. Она долгосрочная, она рассчитана на период до 2020 года. И она позволит подготовить 9 тысяч специалистов в интересах организации оборонно-промышленного комплекса. В процесс поддержки высшего образования нужно вовлекать бизнес, отметил Дмитрий Медведев. Однако, подчеркнул, государство будет играть в этом ведущую роль. Таких достижений, как, например, в научно-исследовательском институте детских инфекций, который председатель правительства посетил после заседания, без федерального финансирования добиться было бы вообще невозможно. Это единственный в стране и один из немногих в мире институтов, где решают стратегические проблемы лечения опасных детских инфекций, в том числе тяжелых инфекций нервной системы. Аккумулируют самые свежие открытия в области биологии, координируют профильные научные исследования по всей России. И здесь на практике внедрена система оказания высокотехнологичной помощи заболевшим детям. Дмитрий Витоп, Владимир Смирнов, Первый канал, Санкт-Петербург.